Окончание 2020 года ждали люди чуть ли не на всей планете. Пандемия, международные конфликты и прочие неприятности. От этого человечество не на шутку устало. Многие очень ждали Нового года как панацея ото всех проблем. Люди очень устали, люди очень сильно ждали этого Нового года. Мы ждали чуда, мы ждали какой-то магии, мы ждали, что по щетку вдруг все у нас изменится. И для того, чтобы это вероятнее всего изменилось, люди решили в этот отдых, в этот порыв вложиться по полной программе. Как говорят специалисты, для многих выйти на работу после затяжных новогодних праздников бывает затруднительно. Однако это зависит и от того, как именно люди проводят такие выходные. Работал аниматором, Дед Морозом, исковые заявления, парочку написал. Ну то есть находил занятия себе, которые приносили мне доход. Дома, с семьей, на рыбалке. Тем, кто не прекращал работать или заниматься спортом на зимних каникулах, легче войти в рабочую колею. Труднее будет тем, кто провел выходные за бурным застольем. В любом случае на это потребуется несколько дней, поскольку 11 дней отдыха можно назвать полноценным всероссийским отпуском. Житейская точка зрения, то есть она какая-то. Люди говорят, ну обычно там 3-5 дней, те же 3-5 дней мне достаточно для того, чтобы кто-то говорит там 1-3 дней. С точки зрения науки, то есть ну как бы единисты, да, они же говорят про акклиматизацию. Акклиматизацию не только там к смене часового пояса или к смене страны, а к тому, что меняется наш распорядок дня. То есть это в среднем занимает 7 дней. По мнению же большинства рязанцев, которых мы встретили, они уже чувствуют себя прекрасно. Многим легко входить в рабочий режим. Я думаю, что проблем у этого никаких нет, у моего поколения, так сказать. Никакой вялости, бодрость сплошная, все хорошо. Чувствую себя прекрасно, хорошее настроение. Ну сложновато, конечно. Привыкли уже отдыхать, кушать и ложиться поздно, а здесь ритм. Я по спорту двигаюсь, там как бы нормально, как бы все эти праздники поддерживал режим, как бы нормально вернулся к тренерской деятельности, все хорошо. Ну а я учусь, у меня дистанционный режим, поэтому как бы не особо чувствовалось. Чувствуется нагрузка сейчас особо на меня. Если все же кому-то не очень легко входить в рабочий режим, у специалистов есть некоторые рекомендации. Причем выполнять их нужно было начать еще за пару дней до начала рабочей недели. Кушать более здоровую пищу, может в меньшее количество ложиться, а не в 5 привычное утро. Ложиться чуть-чуть, хотя бы раньше, в час, в два, в десять, в одиннадцать. То есть надо организм подготовить к тому, что завтра в шесть вставать. Следующий момент, многие выходят из праздников, вот по принципу сейчас на 200-300 процентов выполню. Это очень наивный и неправильный подход. Первые два-три дня, то есть они не будут все равно эффективны. Не надо назначать каких-то серьезных мероприятий. Тем более не стоит принимать каких-то серьезных решений. Лучше всего расписать план на ближайшую неделю, в дальнейшем желательно и на полгода вперед. Ну а некоторые граждане могут продолжить свои праздники, принеся на работу мандарины, чтобы ощущать настроение Нового года.